Полоски это мой один из самых любимых вариантов узора. Прост, неприхотлив, но в то же время необыкновенно интересен и разнообразен. Потому что полоски это прежде всего направление. И буквально на прошлой неделе я записала достаточно объемное видео, как можно применять полоски, как они выглядят, как они украшают. На примере своих изделий. От игрушек, подушек, палатинов, пледов до плечевых изделий. Зайдите, посмотрите. Я думаю, что некоторые вещи вас реально удивят. Чтобы не искать ссылку на то занятие, смотрите под этим видео. И не забудьте подписаться на наш канал, чтобы не потерять много очень интересной информации. Сегодня речь о том, как сшивать полоски. Можно сшить криво, можно ровно, можно заметно, можно незаметно. Можно потайным швом, можно отделочным. Для меня вопрос не стоит, как соединять незаметно и ровно. Идеал, когда полоски с одной стороны аккуратненько и незаметно переходят в полоски с другой стороны. Можно, конечно, вывязывать такие изделия с разными приемами. Но самое простое это связать перед спинку и аккуратненько сшить. Да так, чтобы было незаметно. На однотонных полотнах и вопрос не стоит, как сшивать, конечно, той пряжей, которую вы вязали изделие. А если у вас тонкое полотно и черно-белое, какой пряжей сшивать? Цветом черным или белым? И тот, и тот вариант будет нехорош. Или вместо плеча на тяжелом-тяжелом изделии растягивается и видны вот эти вот неприятные протяжки. Как сшивать шов, чтобы он не бросался в глаза? Самые опасные для шва места это плечо, пройма, подрез, шов сидения на брюках, боковые швы на юбках. Это то, что несет самую большую нагрузку. И качество шва определяется несколькими параметрами. Основной это плотность сшивания и частота стежков, которые вы делаете. Можно сшивать буквально каждую петлю, а можно делать стежок раз в сантиметр. Разница очевидна. Тип стежков не менее важен. Можно сшивать через край, как попало. Можно сшивать иглой в стык. Можно сшивать плотным, таким добротным швом, косичкой, крючком. Он будет отлично держать, но при растяжении полотна он может быть заметен. Местоположение шва в самое тяжелое место можно перенести на менее напряженный участок. Но это сложное моделирование. Можно не выполнять шов, а делать надвязывание. Из одной детали вывязывая другую. Примером служит бактус. Мы провязали одну деталь, из нее начинаем вязание другой. Никаких швов, никакого растяжения. Место соединения совершенно не видно. Можно использовать внешний декоративный шов. С одной стороны это отличная отделка, с другой стороны это прекрасный шов. И как бы арматура, армирование изделий, которое не даст растянуться, будет отлично держать форму. Выбираете нужный цвет и сшиваете изнутри тоненький-тоненький рубчик. Здесь самая хитрость просто соединить, состыковать полосочки. Другой вариант использован на соединении пледиков. Здесь нет такого грубого рулика, никакой арматура. Здесь просто внешний шов, который выполняет отделку, появляется эффект графики. И самый интересный вариант, который я собственно и хочу показать, это сшивание, ну скажем, назовем так хвостиками. То есть, когда мы провязываем полоски, мы оставляем отрезки пряжи. Мы режем пряжу, чтобы не было длинных протяжек. И вот этими хвостиками мы можем соединять полоски. Пример. Бактус. Молния. Если бы я соединяла все эти части одним цветом, при натягивании полотна, у меня вполне мог бы проявляться этот цвет соединения. Здесь ничего нет. С обратной стороны, конечно, есть швы, конечно. Но они тоже не бросаются в глаза, потому что нету вкраплений чужеродных. Все идет тем цветом, которым провязано полотно. Идеальное решение. Как выполнять такой шов? Смотрите мастер-класс по ссылке под этим видео. Вязание очень увлекает. И процесс вязания можно воспринимать как тяжкий труд, а можно как творчество и даже развлечение. Если вам нравятся наши вещи, нравятся вещи нашей избовязальни, но вы не понимаете, как они связаны, тоже хотите вязать, приглашаю вас в нашу школу. Школа избовязальни, где мы обучаем стремительному освоению абсолютно любой вязальной машины с нуля. А в следующем видео я вам покажу, что же у меня получилось, покажу это изделие. И на его примере расскажу об очень необычном способе присоединения рукава.